Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии». Сегодня мы в гостях у Андрея Сергеевича Кизилова, специализирующегося на истории сочинского региона. Мы уже, в общем-то, проводили ряд встреч, где говорили о поздней истории, о бубыхах, берегином населении края. Но сегодня мы поговорим о более давней истории. В частности, эта речь пойдет о дольминах. И поскольку о дольминах, в общем-то, мы уже разговаривали, о самих разнообразии с Константином, сегодня мы поговорим о вопросе, который часто встает, мифологизируется, скажем так, в сети, это дольминастроение, то есть сам принцип построения вот этих древних мегалитов, как они строились и, в общем-то, вся в подробностях структура этой. Все вытекающиеся до проблемные вопросы. Да, проблемные вопросы. Предлагаю начать и начнем с самого первого вопроса, собственно говоря, как эти глыбы, из которых построены дольмены, как они, в общем-то, вырезались, доставлялись на место строительства или, допустим, они где-то брались в какие-то материалы, стыковались сразу и перевозились на место постройки. В общем, вот этот вопрос самый главный. Из чего строились и как материал? Ну, как сказал великий исследователь древности Краснодарского края, уважаемый Фелицын, еще не было городов для живых, но уже воздвигались города для мертвых. Дело в том, что проблема загробной жизни, проблема жизни после жизни и так далее, бередила умы людей еще с незапомненных времен. С времен каменного века. Как известно, даже неандертальцы хранили своих ушедших осыпавих цветами и так далее, и так далее. Вот. По мере развития человеческих знаний и умений в период мегалитизма это приобрело уже более значимой визуализации. То есть это построение первых архитектурных сооружений в мире, а именно постройка дольменов. До этого всякого рода каменные плиты, это все было, как говорится, что нашли, то использовали. А вот именно дольмены Кавказа, они удивительны не только своими размерами, но и техникой обработки. Очень часто обыватели говорят, ну дольмены везде есть. Ну что такое дольмен? Толмен. Каменный стол. Вот, мы за ним сидим. В этом смысле Нольбий Газидзевич Лавпаче, известный археолог на Кавказе, постоянно употребляет более правильный термин «спун», «каменный дом». Почему? Это очень интересный момент, аспект. Потому что, что такое дольмен в европейском зачастую предположении, представление. Дольмен – это предложение сейда. Сейд – это первичные мегалитичные сооружения, которые представляют из себя большой камень, поставленные на другие маленькие. Ну, это сейд. Это первое, как бы сказать, проявление мегалитизма вообще в мире, в его практике. Но после сейдов возникают дольмены. Дольмены возникают разные. Один тип дольменов, который распространен и в Европе, и в других регионах. Это тоже большая каменная плита, поставленная на другие камни. Действительно, так она есть – каменный стол. А вот дольмены Кавказа, они в данном случае, как бы, очень сильно отличаются не из-за разового случая, а из-за своего системного типа постройки от дольменов Европы. В Европе есть несколько дольменов, которые тоже соблюдают их принципы. Но качество обработки, конечно же, кавказских дольменов и дольменов Европы радикально отличается. Сразу хотелось бы заметить, что европейские дольмены, как правило, более грубые. И долгое время, в связи с тем, что европейская наука всегда перетягивает на себя одеяло, датировки кавказских дольменов специально омолаживались. Если взять даже всемирную историю издательства «Сорбонны», известного и ценам всем высшего учебного заведения во Франции, и открыть на соответствующей странице мегалитизма, кавказские дольмены почему-то упоминаются как сооружение, буквально вот на рубеже эр. Да, хотя это совершенно не соответствует истине. Последние датировки, проведенные по последним, буквально самым свежим раскопкам дольменов в районе Шипси, Шипси-река, это поселок Шипси-река Шипси, это у нас на границе Сочи-Туапсе. Далее следующие результаты. Первые погребенные в этом дольмене были погребены туда 3200 лет до нашей эры. Погребение в дольмен продолжалось в течение 500 лет. Раскопки, датировки и исследования дольмена проводил известный специалист по дольменам Виктор Трифонов. И в независимых лабораториях были поставлены такие датировки. Что хочется сразу сказать? Так называемые сравнительные характеристики. 5 тысяч лет. Да, но дело не в этом. Дело все в том, что если мы поднимем, сейчас не поленимся материалы, мы убедимся в том, что в Египте построение каменных погребальных сооружений начинается только через 500 лет после того, как был построен этот дольмен на Кавказе. И этот. И я бы не сказал, что он самый древний. На данный момент. То есть это говорит о том, что на тот момент на Кавказе существовала очень развитая культура обработки камня. Естественно, она имела свои идеологические корни. Если не ошибаюсь, это вот этот период, 3200 лет до нашей эры, это объединение Верхнего и Нижнего Египта, это первые фараоны. Да, но тогда еще не было. Это было захоронение вождей в ямах с деревянными стенками. Ну, чтобы вы понимали, это вот самое начало египетской истории. А здесь уже тогда строились каменные сооружения. Что интересно и следует отметить, часто у нас употребляется термин «дольменная культура». Он уже даже, кажется, на язык начинает прилипать. Но дольменная культура нельзя выделить, дольменную культуру. Есть культура дольмена строения. Вот. То есть дольмены одного и того же периода, это дольмены найденные, так сказать, новосвободинской культуры и дольмены найденные в Сочи, они имеют общее только в том, что они имеют прямоугольную форму. Но погребение в них совершенно разное. То есть в одном случае мы имеем асуарий, где идет захоронение, очевидно, династийное. А в другом случае мы имеем погребение одноразовое, для выдающегося вождя, жреца и так далее, с совершенно другим инвентарем. Но вернемся к вопросу о технологиях постройки. Дело все в том, что наиболее спекулятивная тема современных наших мещан, обывателей сводится сразу к каким-то фантастическим версиям. Например, о перемещении камней силой мысли, о применении мегалактических технологий и так далее, и так далее. Сразу появляются в головах простого населения покемоны, которые там лазерным глазом просверлили эти отверстия. К сожалению, это приобрело очень широкий размах, благодаря к тому же еще и весьма спекулятивным средствам массовой информации, которых не интересует истина, их интересует поднять скандал и собрать максимальное количество просмотров. В связи с этим в мировой практике уже проводились эксперименты разного рода по восстановлению процесса постройки крупных конструкций мегалитизма. Но дабы, как говорится, не переписывать чужие работы и не ссылаться на чужие эксперименты, опасаясь при этом потерять истину, наша исследовательская группа уже в течение около 10 лет проводят эксперименты, именно связанные с тем, чтобы повторить весь цикл построения дольменов. Итак, первый вопрос, который вы задали. Как эти плиты перемещались? В чем заключается сразу, скажем, научность? Научность заключается в данном случае вообще в научном подходе к любому процессу. Если Ньютон сказал, что яблоко падает со скоростью и вниз, дальше не будем перечислять, все знают грамотные люди, чем разговор, то это яблоко с таким же успехом падает в Австралии, в Южной Америке, в Африке и у нас на полотве Ямал. Правильно? Это научный закон повторяемость. То же самое здесь. Была взята экспериментальная группа, 8 человек и плюс помощники, которые должны были просто, кто-то должен был снимать на камеру. И в катковой щели, у нас в Сочи, мы взяв 4 4-х метровых кругляка дерева, провели эксперимент по подъему плиты. Значит, при правильном расположении рычагов и это можно видеть на видеозаписи. Плита с одного рывка, 8 человек, поднимают он на 15-20 сантиметров. Естественно, эксперимент как бы был проведен, ну, скажем так, по факту. Давайте проверим, поднимем, нет. Поднять, подняли, зафиксировать было проблематично. Не надо считать наших далеких пращуров, людьми, которые, да, не готовились к таким мероприятиям. В те времена силы общества были сосредоточены на выживании, поэтому все очень хорошо продумывалось. То есть, как бы они делали то, что на данном эксперименте не провели. Они подготовили большое количество плоских камней, чтобы поднятую плиту зафиксировать и потом продолжать эту работу с ней. А как ни странно, результат эксперимента были сразу радостно трактованы некоторыми деятелями внеземных наук о том, что вот видите, что поднимают-то, но поднять-то не смогли. Ну, понятно, почему не смогли, потому что просто подложить было нечего. Но на видео можно увидеть, что плита поднимается абсолютно реально. Естественно, начнем с того, что в наше время для того, чтобы воспроизвести физический эксперимент строительства любых фаз дольменов, нужно хотя бы обладать теми же возможностями, которые обладал вождь этого ущелья. То есть, если сейчас я выйду на улицу, дайте мне 25 человек для эксперимента, кто же пойдет-то? А тогда этот вопрос решился гораздо проще. То есть, он назначал, говорит, ребята, вот поехали, начинаем работать. Поэтому вопрос подъема плит вообще, как бы, собственно говоря, он настолько очевиден, что важным аспектом в археологии является этнография. То есть, во многих участках планеты до сих пор в определенных племенах, в определенных народах сохранились те традиции, которые давно мы уже утратили. И на острове Сумба в Индонезии, есть остров Сумба. Опять-таки, по поводу проверяемости, каждый грамотный человек может набрать сейчас в Яндексе или в Гугле остров Сумба Дольмена и увидеть, что до нашего времени до сих пор жители острова Сумба сохранили культ дольменов. Дольмены Сумбы отличаются от Дольменов Кавказа. Сохраняется принцип. Огромная каменная плита, которая покрывает гробницу какого-то уважаемого человека. Сейчас на острове Сумба уже давно существует цивилизация. То есть, грузовики, автомобили, краны и прочее. Но плиту, плиту на Дольмен какого-то уважаемого человека, там, занимающего какой-то особый пост, люди транспортируют именно физически собственными усилиями. То есть, назначается день, когда приходят все уважающие его люди, когда он в конце дня накрывает большой стол праздничный. И эти люди, желая выразить ему свое уважение, вручную, без использования техники, тянут на канатах эту плиту в место, где она будет потом положена на Дольмен. Это дань уважения. Хотя могли бы взять подъемный крам. Но вот это особого рода ритуал. Он написан, кстати, в абсолютно серьезных источниках этнографии. Каждый желающий может набрать в поисковике Google, найти все это есть или в Яндексе все это есть. Итак, второй вопрос. А как же они, где брали такие плиты? Ровненькие, аккуратненькие и прочее. По этому поводу часто очень описывались эксперименты, якобы, и утверждение обработки плит с помощью деревянных колышков. Но возникает вопрос, зачем же говорить про деревянные колышки, когда Дольмены строились в эпоху бронзы, когда люди узнали металл. И для раскола этой плиты совсем не надо большого количества металла, чтобы изготовить такие же колышки, клинышки, количеством 10-20 штук. И раскол плиты происходит крайне естественно и очень наглядно. Мы провели эксперимент. Сразу скажем, мы использовали каждый раз во всех экспериментах, во всех экспериментах именно тот материал песчаник, который использовался в этой местности для строительства дольменов. То есть он был полностью идентичен. Почему? Песчаники отличаются между собой по своей структуре. И возможно это объясняет, почему в некоторых ущельях дольменов много, а в некоторых мало. Но не было материала подходящего, поэтому построили мало. В каких-то местах, например, яркий пример, это у нас в Сочи долина реки Тусквардж. Там шикарный Солонецкий хребет, где до недавнего времени и сейчас добывают песчаник для строительства. Он хорош в обработки. У него очень хорошие характеристики. Он хорошо пилится, колется и долго держится. В отличие от других материалов, когда, допустим, либо плохо обрабатываются, либо обрабатываются легко, но обсыпаются и через два года превращаются в песок. Поэтому золотая середина. В результате поведенного эксперимента мы можем визуально увидеть. Поведенный эксперимент, где буквально за считанные 20 минут мы раскололи плиту. Проблема в расколе плиты заключается не в ее площади, а в ее толщине. То есть мы взяли толщину средней статистической плиты дольмена. И с помощью этих бронзовых колер мы ее раскололи. Это все видно сейчас в принципе на экране. То есть вопрос снимается. То есть по намеченной линии проводится раскол. Мы получаем обломанный угол, который остается. Потом только просто чуть-чуть дочистить и в принципе он готов к использованию дальнейшему. То есть вопрос закрыт. Да. В принципе видео это показало. Хорошо. Видео это показывает. Ну а собственно сборка дольмина на месте? Как вот именно сцепляющий материал? Сопряжение. Правильно. Если посмотреть на зоны сопряжения плит дольмина, то можно обратить интересное внимание на то, что даже толстая плита вместе сопряжения с другой плитой имеет специально сделанное заужение. Почему? Потому что соединить узкую полосу с плитой гораздо проще, чем широкую. Более того, долгое время возникал вопрос о том, ведь не все сопряжения идут по прямой. Зачастую сопряжение происходит по весьма неровной поверхности. Этот вопрос был в принципе как бы решен, потому что опять же мы обратились к этнографии и по сохранившимся данным еще в 19 веке в некоторых местах планеты каменные блоки обрабатывались именно таким способом. Способ, который изобретен еще нашими далекими предками, но он дошел до 19 века включительно. А именно это подвесной, подвесной деревянный отвес с перемычкой и отвес с камнем, который позволяет фиксировать угол перемещающегося мерной рейки. И вот мы провели в парке ревьера в случае. Вот такой эксперимент, который сейчас вы можете увидеть на экранах, где опускаясь между двумя камнями, отвес отмечал точки, маркером отметили, где нужно сбивать камень, чтобы повторить ту же самую кривизну. Любой человек, который раз работаешь с чертежником, знает, что в наше время такие приборы существуют, они абсолютно бытовые приборы, в любого чертежном мастерской они есть. Таким же образом происходило сбивание мешающих элементов и криволинейной поверхности себя полностью повторяли. Это так называемая полигональная окладка. Таким же образом уже развенчаны мифы о космогонических происхождениях пирамид майя, ацтеков, мачу-пикчу, но люди не хотят верить в свои возможности. Гораздо проще верить какие-то пришельцы. Сказки. Да, сказки, вот это все очень модно у нас. Ну, господи, ну, сказки с детства все привыкают, поэтому хорошо в них верят. Таким образом, полигональное сопряжение дольминов, это вопрос, который может проверить каждый. Взять, сделать то же самое, вот как видим на экране приборчик простейший и провести эксперимент, все абсолютно шикарно получается. Да, то есть сопряжение плит, это вопрос абсолютно легко решаемый. Одна из наиболее важных вопросов, касающихся тем вопросов, касающихся обработки дольминов, это вот это вот окно, отверстие. Как же его сверлили? И пробка там еще. Да, и пробка. Как же его сверлили? Всех это вызывает большие-большие проблемы. Как? Как сверлили? Ну, вот мы провели эксперимент, который был очень прост. Вначале я сделал пробные варианты на песчанике первым попавшимся. Но результат был очень простой. То есть обведение по кругу с прорезанием небольшой борозды. А теперь вспомним, как во многих городах России дворники колят лед во льду во дворе. Главная задача первая, это сбить угол. И потом откалывается великолепно, потому что ничто его не держит. То же самое с камнем. Если вы выбрали этот лаз-окно и выбили вот эту центральную часть, то не мешающая вот эта вот борозда позволяет простейшим камнем выбивать все это из проема и каждый раз углублять режущий инструмент все глубже-глубже-глубже. Мы провели эксперимент с использованием разных предметов бронзовых, медных. Халкалит никто не отмерял. Халкалит это тот период развития человечества очень узкий, когда медь использовалась без добавок. Ну и естественно мы обратились к любимому всем кремнию. Сталь каменного века так называемая. И кремень показал самые лучшие результаты. То есть просто обработка кремниевым предметом и на видео хорошо видно и даже слышно звук. Шикарный песчаник. И результаты эксперимента были очень однозначные. За два часа работы мы сделали на глубину 3 сантиметра классический формат окна и смысл высверливать его дальше как бы не имеет значения. Математика простая. То есть если я смог принести сюда положить на этаж три мешка цемента, то и 10 принесу. Так что это вопрос времени? Да, не вопрос времени. Просто я устал уже объяснять гражданам, что наука это не цирк Шапито. И развлекать всех просверливанием полного ответственно вылет, построение полного дольмена, ну знаете, ну это бессмысленно, кажется. Ну потому что в результате скажут, что ну такие странные ребята взяли зачем дольмен полностью построили. Для науки достаточно повторяемости факта и результаты. Все этого достаточно. Потому что все проводимые эксперименты были, проводилась фотофиксация, проверялись материал, который использовался. И все это уже давно опубликовано в научных изданиях. Если кто-то из каналов желтого телевидения не читает эти материалы, но это уже не наша вина в этом. Вот таким образом проработка как окна, так и пазов, она абсолютно проста. А пробку не пробовали? Вы знаете, с пробкой схема такая же, что она немножко от обратного. Я как бы сейчас объясню. Один из важных моментов в дольменных спорах, каким же образом на дольменах наносился выпуклый орнамент. То есть не прорезанный внутрь, а выступающий наружу, барельеф. Это многие дольмены у нас и на Жане, и в Сочи, и так далее, и так далее. Мы провели экспериментов целую серию. Сейчас на местах, где проводились эксперименты, пять потянулись в большом количестве паломники. То есть за пять лет это покрылось уже лишайниками, мхом. И верующие эзотерики тоже приходят, молятся и так далее, и так далее. Ну, ставили табличку, научный эксперимент, таблички уже все равно нету, людям нужна вера. То есть мы прорабатывали солярные знаки с известных дольменов, зигзаг, елочку, выступающие полусферы. Все это делалось буквально с использованием тех же простейших материалов. И при этом присутствовало телевидение, были репортажи, но телевидение уже прошло, репортаж забыли, и пошли колонны верующих. Нужна людям вера. Нужна людям вера. Поэтому они идут на эти места и уже считают это как бы знаком тех далеких времен. Но пробка же изготовлялась по тем же принципам. То есть насколько мы потихонечку заглублялись в это то же самое происходило с пробкой. Вы когда-нибудь у стоматолога были? Ну, понятно. Как он говорит, голубчик откройте ротик, да? Он кладет вам кальку, вы делаете прикус зубами, он смотрит где касается пробка, и все это пробка, извините, дольмены, где касаются зубы, и там подтачивать. То же самое с пробкой. Первично сделанный фрагмент прилагался в месте где касалось, опять сбивалось, и дальше, 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 и дальше, дальше, и вопрос простой. Когда мы разговариваем про эти вопросы, кто-нибудь сам эту пробку взял руками, хоть раз вставил туда и вынул. У меня есть следователи, которые это проводили. Они говорят, что действительно пробка входит с определенными сложностями, ну, входит. И зачастую нужно даже немножко потом провернуть, чтобы она приняла фиксацию, да, фиксацию. То есть под некоторыми углами он будет бултахаться. Ну, это нормальный процесс. Шуповка проблем не вызывает. Таким образом, вопросы обработки, транспортировки, создания орнаментационных моментов, сопряжения этих плит, они все уже давно исследованы наукой и опубликованы, соответственно, в материалах. Ну, последняя наша работа и последний доклад по этому вопросу прозвучал на юбилее 30-летнем филиала Музея Востока, который проходил в Майкопе. То есть все было продемонстрировано, показано, материалы привезены. Все это принято научным сообществом как по факту свершившегося. Вот. Поэтому на этом вот вопросе мы можем закончить этот диспут. Что материально все уже показано, рассказано и реалистично. А то, что многие люди у нас сейчас не могут перед страхом смерти сами без спичек добыть огонь, это очевидный факт. Проблема этих людей. Да. То есть, если собрать жителей мегаполиса с просьбой добыть огонь с помощью простых способов, они не смогут это сделать даже сотнями, тысячами и миллионами. А в любом отдаленном уголке нашей планеты люди делают это ежедневно и совершенно по этому поводу не комплексуют. Ну, вот. Вы услышали. И можете даже пощупать реальную работу Андрея Сергеевича. Этот дольмен, который находится на территории историко-этнографического комплекса. Это то, о чем мы снимали чуть раньше, арт-галерея Форд-Форд. Находится в Сан-Дре-Сочи напротив собора Святого Михаила. Да. Такой же дольмен давно стоит уже в Дендрарии. Да. В Дендрарии. Место уже намолено, кстати. В Большом Дендрарии, да. То есть, это вот реально воссозданный дольмен по этим всем технологиям. И причем, насколько я понимаю, покрывшись мхом, он не сильно отличается от древних дольменов. Что люди не видят разницы даже. Да. Но в данном случае, единственное, хотелось бы отметить один маленький аспект. Немножко обидно, что мы в наш век развития технологического опускаемся до уровня какой-то мистики. И чем самым просто принижаем элементарные знания наших далеких пращуров. Да. Согласен с вами полностью. Спасибо, Андрей, за такое подробное интересное интервью. В общем, не надо погружаться в мракобесие. Наука, она на сегодняшний день торжествует и способна доказать и развеять любые мифы. Делитесь с друзьями, оставляйте ваши комментарии, что вам еще интересно по дольмену строению. Обсудим с удовольствием и расскажем. Развеем еще несколько мифов, какие еще накопились. До новых встреч. До свидания. Счастливо.